Проще всего потерять свой дар целителя, совершив две ошибки. Начать отрицать существование Бога, либо нарушить закон свободы воли и начать навязывать собственную волю другому человеку. Противосредственное навязывание своих духовных паттернов окружающим приведет к тому, что вам будет казаться будто вы могущественны. На деле же любой ваш дар или способность будут искажены рано или поздно утратить свою силу. Все законы должны быть активированы посредством седьмого плана, ровно как и соответствующие добродетели. Добродетели необходимы для исцеления следующие. Благоговение, благодарность, вера, всепрощение, доброта, надежда, приятие, сдержанность, служение ближнему, смелость и сострадание. Я постоянно забываю, что такое благоговение. Итак, благоговение — это уважение, любовь и преданность Богу. Понятно. Это как боготворение, почтение, поклонение и всё такое. Вы должны испытывать истинное сострадание к своему пациенту, но при этом не перегружать себя его проблемами. И ещё вам нужно уметь удерживать в себе вышеперечисленные добродетели в виде мыслеформ, причём столько времени, сколько требуется для исцеления. Экстрасенсорные способности. Способность входит в контакт с создателем, присущим нам от рождения. Кто-то уже рождается с экстрасенсорными способностями, однако, чтобы раскрыть свой талант в полной мере, таким людям необходимо регулярно практиковать и развивать свои умения. Кто-то в юности блокирует свой природный дар и возвращается к нему лишь многое позже. Но практика необходима в любом случае. Как правило, экстрасенсорные способности проявляются далеко не в каждом поколении. Исключение составляют те случаи, когда оба родителям сильные экстрасенсы или носители рецессивных генов с соответствующими наклонностями. Что такое рецессивный? Рецессивный... Рецессивный ген, даже есть такое понятие. Это ген, который могут подавлять доминантные гены. На чем он может... Короче, не знаю, это слишком зомные слова. У многих из нас в глубинных ДНК дремлют непроявленные экстрасенсорные способности. Становясь практикующим экстрасенсом, вы сталкиваетесь с необходимостью постоянно тренироваться, чтобы видеть истину. Вы почти всегда должны быть правы. Не позволяйте никому программировать себя, будто бы истинное видение дело не требующее точности, и вы имеете право ошибаться. Никогда не программируйте на подобное других людей. Внушайте людям, что их видения всегда должны быть истинны. Я часто слышу, как экстрасенсы говорят, что они правы в 10% случаев, и это нормально. Нет, это ненормально. Блин, я так хочу попасть к Виане Стайбл, чтобы она сделала мне своё исцеление. Блин, я реально этого хочу. Не знаю, просто у меня есть такое внутреннее доверие к этому человеку. Я бы точно хотела даже, чтобы она, не знаю, прочитала меня или... Я не знаю, не то чтобы предсказывать что-то, нет, а именно вот, не знаю, как-то поработать со мной. Я бы очень это хотела. Итак, экстрасенс должен быть прав почти всегда. Хороший экстрасенс должен попадать в точку как минимум 91.3%. А если он практикует больше трёх лет, то в 97% случаев. Да ладно, она прям по процентам это сказала? Офигеть. Почему у кого-то есть экстрасенсорные способности, а у кого-то нет? Потому что люди обладают различными системами убеждений. Принимаете ли вы за реальность то, что другие люди называют реальностью, или идёте своим путём? Хороший экстрасенс всегда идёт своим путём. Когда я была начинающим экстрасенсом, я забралась в комнате и делала не меньше 18-20 чтений за день, чтобы научиться тому, о чём я пишу в этой книге. Было бы проще, если бы я знала, какие именно вопросы задавать создателю. Но даже если вы задаёте правильные вопросы, ответы и послания создателя могут оказаться вам странными и непонятными. По крайней мере, в первое время. Когда я впервые встала на свой путь, я начала видеть будущее. В одном из таких видений я видела себя стоящей в пещере под огромной пирамидой. Когда я подумала, что вряд ли когда-то не смогу оказаться в таком месте. Но много лет спустя я впервые оказалась в Мексике. Мне представилась возможность попасть в помещение, расположенное под храмом солнца в Теотитуакане, куда обычным туристам доступ закрыт. Когда это случилось, давнее видение наконец стало реальностью. То видение относилось к моему будущему, причём в рамках этой инкарнации. Очень важно понимать, откуда пришло видение. Вы всегда должны задавать вопрос. Это видение из прошлого, из ДНК или из будущего? Хороший экстрисенс умеет хорошо отличать видение прошлого, настоящего и будущего жизней, причём в контексте данной своей инкарнации. Быть хорошим экстрасенсом означает видеть истину, быть добрым, понимать свои видения и обладать толерантностью. Толерантность — это очень важно, потому что вам может не понравиться то, что вы видите в голове очередного клиента. Секретный рецепт для обретения экстрасенсорных способностей и работы с законами. Какие добродетели вам необходимы, чтобы обрести соответствующие экстрасенсорные способности? Мне же я привожу список конкретных способностей и нужных для их приобретения конкретных добродетелей. Обожаю списки. Итак, способность не стареть. О, как интересно, да? Удивительно, но мы можем мысленно сосредоточиться, войти в изменённое состояние сознания и исцелить болезнь в теле. Но многие... Кстати, я слышала, что старость — это болезнь. Очень странно, да? Но многие на этом останавливаются. А ведь следующим шагом логично было бы также мысленно сосредоточиться и приказать своему телу всегда оставаться здоровым, сильным и молодым. Такое можно сказать только телу, полностью исцелившемуся от болезней. И чтобы действительно стать здоровым, необходимо обрести целый ряд добродетелей. Вы понимаете, что в конце добро всегда побеждает зло? Необходимые добродетели. Способность не стареть зависит от закона времени. Следовательно, необходимо подключать все связанные с ним добродетели. Благоговение, дальнобитность, доброту, доверие, искренность, любовь, почитание, чистоту намерений, блоги, чувства безысходности и страх. Способность исцелять. Необходимые добродетели. Благоговение, благодарность, вера, всепрощение, доброта, надежда, приятие, сдержанность, служение ближнему, смелость, сострадание. Блоги неверия, сомнения и страх. Способность спонтанного проявления. Способность спонтанно проявлять результаты своих действий означает, что вы поняли закон иллюзий. Необходимые добродетели. Добродетели для законов притяжения иллюзий и вибраций. Любовь, милосердие, мудрость, надежда, непредубежденность, приятие, радость, решительность, созидательное творчество, средоточение, справедливость, толерантность, чистота намерений, чувство юмора. Блоги высокомерия, злость, ненависть, нехватка понимания, обида, сомнения, страх. Способность управлять стихиями, как аватар. Способность управлять стихиями земли, воздуха, огня и воды подчиняются закону жизни. Необходимые добродетели. Благоговение, благодарность, благородство. Искренность, красота, любовь к окружающим, любопытство, настойчивость, приятие, самоотверженность, сосредоточение, толерантность, уверенность, чистота намерений. Блоги эгоизма, способность музыкального и художественного творчества. Законы света и вибрации управляют способностями к художественному и музыкальному творчеству. Искусство и музыка подчиняются законам света и вибрации. Необходимые добродетели. Видение, воображение, сосредоточение, стремление к творчеству, терпение, энтузиазм, блоки страха. Способность читать мысли. Я считаю, что в древности мы могли общаться друг с другом при помощи мыслей. Будущие еще младенцами, сразу после рождения мы также обладаем этой способностью. Но чтобы защититься от ментального негатива, который окружает нас повсеместно, мы ее блокируем. Эта способность никуда не девается со временем. Мы по-прежнему обладаем ее, просто не пользуемся. Способность читать мысли управляется законом истинно. Следовательно, нам нужны все добродетели этого закона. Необходимые. А этот список вот такой. Необходимые добродетели. Кстати, в шортах я его озвучила. Посмотрите. Вера. Обязательность. Понимание. Сострадание. Терпение. Толерантность. Блоки. Мстительность. Сожаление. Угрызение. Совести. Эгоизм. Способность видеть будущее. Способность видеть будущее. Управляется законом притяжения, времени и вселенской библиотекой. Необходимые добродетели. Верность. Видение. Доброта. Доверие. Мудрость. Предание. Самоотверженность. Служение ближним. Созрегание. Толерантность. Блоки. Страх. Способность видеть истину в другом человеке. Эта способность означает умение видеть, что происходит в его сердце. Все, что мне нужно, это заглянуть в черное сердце, и я сразу вижу, что человек собирается сделать, а также слышу его мысли. Необходимые добродетели. Доброта, понимание, правдивость, сострадание, толерантность, блоги, зависть и обида. Способность к телепортации. Добродетели, необходимые для телепортации, связанные с законами времени и вибраций. Необходимые добродетели. Благовение, благородство, вера, верность, видение, воображение, всепрощение, доброто, доверие, искренность, любовь, милосердие, мудрость, надежда, непредупрежденность, причитание, приятие, радость, решительность, средоточение, справедливость, стремление к творчеству, толерантность, чистое сердце, чистое намерение, чувство юмора, блоки, критичность, страх, эгоизм. Закон действия. Необходимые добродетели. Беспристрастность, благовение, благородство, вера, верность, воображение, всепрощение, доброта, доверие, любовь, милосердие, мудрость, надежда, приятие, радость, сосредоточение, справедливость, стремление к творчеству, толерантность, чистое сердце, чистое намерение, чувство юмора, блоки, высокомерие, гнев, ненависть, непонимание, обиды, шумнение, страх. Закон равновесия, необходимые добродетели, благодарность, всепрощение, гибкость, любовь, мудрость, понимание, почитание, принятие, смелость, страстность, терпение, толерантность, блоки, критичность и эгоизм. На этом все. Смотрите следующий видео.